Всем привет! Я очень рада, что у меня есть возможность быть здесь с вами сегодня на этой юбилейной конференции, посвященной сонатной педагогике и многолетней самоотверженной работе Михаила Лазарева и его команды. Поздравляю тебя! Сейчас мы собираемся поделиться очень немногими сведениями о некоторых понятиях, таких как звук, музыка, белый шум, и о том, какое влияние это может оказать на нашу клетку, на человеческую клетку. Тогда мы увидим, когда плод сможет слышать, и как это повлияет на развитие раннего эмбрионального и внутриутробного я. Тогда мы скажем несколько вещей об эффекте Моцарта, который психофонии привнесет в нашу дискуссию фонемы, связанные с рифмами песнями. Даже лучше создавать собственные песни для наших нерожденных детей, чем для рожденных детей. Мы зададим несколько вопросов о том, как обстоит дело с точки зрения здравого смысла в тех условиях, где мы живем и работаем. И в заключении мы сделаем некоторые выводы. Начнем с того, что звук – это физическое явление, и он является результатом вибрацией частиц в такой среде, как воздух или вода. Мы можем сказать, что все мы – это звуковые ландшафты. Мое тело, я – это звуковой ландшафт, но здание, в котором я живу – это звуковой ландшафт. Мечта осад – все это звуковой ландшафт. Белый шум сейчас – это тип звука, который содержит одинаковую энергию на всех частотах, и он часто используется в качестве маскирующего звука. Чтобы блокировать другие звуки или создавать успокаивающий фоновый шум. Именно такой звук мы слышим производимой машины, которая издает постоянные звуки, например, вентилятором, воздухоочистителем и так далее. Помни, что ребенок расслабляется, когда родитель подносит ребенка поближе к вентилятору. Естественные звуки сейчас – это те, которые присутствуют в естественной среде, и это звуки дождевой воды с шумом на деревьях, падением птиц, падением дождя, громом. Все эти звуки часто считаются успокаивающими и могут оказывать успокаивающее воздействие на людей. Шум, с другой стороны, нежелателен и разрушителен. В шуме много хаотичной структурированности, и это мешает общению, вызывает стресс, и это может быть очень вредно для здоровья и нашего благополучия. Музыка – это результат цивилизации. Это может оказывать широкий спектр эмоциональных и физиологических воздействий на блестящие средства. Каково воздействие звука на клетку? Мы знаем, что одно исследование, например, показало, что низкочастотные звуковые волны могут стимулировать пролиферацию остеобластов, которые являются клетками, из которых строятся кости и ткани. И еще одно исследование показало, что воздействие определенных частот звука может индуцировать дифференцировку стволовых клеток в определенные типы клеток. Тогда это может повлиять на экспрессию генов, а воздействие музыки может изменить экспрессию генов, участвующих в воспалении иммуном ответе в белых кровяных клетках. Это может, некоторые могут влиять на проницаемость клеточных мембран и влиять на способность клеток поглощать питательные вещества и выводить отходы жизнедеятельности. А соль может способствовать расслаблению клеток и снижать реакцию на стресс. Например, одно исследование показало, что воздействие белого шума может снизить выработку кортизола, гормона стресса в клетках. Так почему же у нас слух является первым чувством для развития? Плод способен слышать звук уже 16 недель в группе. И почему это так? В этом есть много мудрости, потому что ухо – это тот орган в нас, который предоставляет важную информацию об окружающей среде. И это может помочь организму развить поведение и физиологию, которые позволят этому организму выжить в конкретной среде. Каково влияние естественных звуков на эмбриональное и внутриутробное развитие плода? Воздействие естественных звуков, таких как бегущая вода, шум травы, может оказать очень успокаивающее воздействие на плоды и улучшить их вариабельность сердечного ритма и мышечный тонус. Это признак расслабления, и оба они являются очень важными показателями вашего здоровья и благополучия. Это приводит к естественным звукам, воздействию естественных звуков, приводит к улучшению языкового развития у младенцев и улучшению показателей памяти у младенцев, а также улучшает двигательные навыки, способствует когнитивному и эмоциональному благополучию и состоянию бдительности и активного участия. С долгосрочными преимуществами для когнитивного и эмоционального благополучия существо. В настоящее время доказано, что белый шум приводит к улучшению языкового развития, улучшению когнитивных способностей у младенцев и улучшению социально-эмоционального функционирования у младенцев. И мы знаем, что низкочастотные звуки в диапазоне 2200 Гц могут оказывать успокаивающее воздействие на физическую форму, а высокочастотные звуки выше 500 Гц могут быть стимулированы. Мы также знаем, что воздействие музыки Моцарта может оказывать стимулирующее воздействие на плод, а воздействие колыбельных песен также может оказывать успокаивающее действие. Дети, подвергшиеся воздействию музыки и истории в группе, с большей вероятностью будут более развиты в своем языковом развитии после рождения. А дети, подвергшиеся воздействию успокаивающей музыки и звука, могут быть более спокойными и расслабленными после рождения. Звук, который плод слышит в комнате, также может повлиять на его эмоциональное развитие, а с другой стороны воздействие стрессовых звуков или шума может оказать негативное влияние. Воздействие звуков в комнате было связано с улучшением речевого развития, улучшением памяти и улучшением двигательных навыков у младенцев. Были измерены музыкальные композиции. Мы все знаем этот термин эффект Моцарта, впервые предложенный в 1993 году в результате исследования, проведенного в Калифорнийском университете. И результаты заключались в том, что студенты, студенты колледжа, взрослые, которые слушали сонату Моцарта для двух фортепиано ре мажор, лучше справлялись с тестами на пространственное мышление, чем студенты, которые слушали инструкции по расслаблению или тишине. И с тех пор были разработаны другие исследования. Они сообщили о схожих результатах, предполагая, что прослушивание модулей может улучшить кратковременную память, концентрацию внимания и концентрацию внимания. И последние исследования доказали, что эффект может распространяться не только на свечи. Это работает точно так же с младенцами и малышами ясельного возраста, которые лучше справляются с когнитивными тестами после воздействия от народной музыки. Мы измерили почти все музыкальные композиции, и тщательное изучение результатов этих измерений может помочь музыке, музыке Моцарта, стать терапевтическим инструментом. Продукты сейчас – это мельчайшие единицы звука в языке. Они абсолютно необходимы для развития языка. Исследователи изучили все эти фонемы почти во всех языках. И есть языки, в которых больше всего фонем, они богаты фонемами по сравнению с другими. Мы видели, что язык, в котором больше всего фонем, это язык Бацванетэ, в котором в общей сложности 141 отдельная фонема. В русском языке 99 фонем, в греческом 78, в испанском 86, в французском 74, а в английском наименьшее количество фонем. Сложность фонем в разных языках также очень важна. И у нас есть мандаринский и китайский санскрит, имеющие более высокий уровень фонематической осведомленности у младенцев с фонемами этих звуков речи, могут помочь подготовить младенцев к изучению языка после рождения, предоставив все это оборудование, которое будет получать код и реагировать на звуки. Вот и приходят в речь звуки, которые исходят из окружающей среды. Таким образом, мы увидели, что фонемы помогают формировать нейронное представление мозга об этих звуках, и это может привести к изучению языка в дальнейшем. Фонемы могут помочь младенцу лучше понять язык, а повышенная способность распознавать речь, может помочь младенцам развить лучшие языковые навыки, такие как сегментация слов, распознавание слов, и может помочь им приобрести лучшие способности к обработке языка, такие как способность распознавать шаблоны, различать похожие звуки и оливки. Ты слышала, что очень хорошо читать истории во время беременности, читать вслух, потому что чтение вслух ребенку в обруче. Можно рассматривать как способ получения богатого сенсорного и эмоционального опыта, который может оказать важное влияние на эмбриональное и фатальное развитие, особенно развитие мозга и девочка, сказала она. Затем когнитивное и социальное развитие. Нерожденные дети могут распознавать голос своей матери и предпочтительно реагировать на него, а не на голос незнакомца, и лучше различают гласные звуки, которые присутствовали в их родном языке, и гласные звуки, которых не было в их родном языке. Когда испытуемые были ознакомлены с определенной историей, прочитанной матерью вслух в течение последних шести недель беременности, у них наблюдалось значительное увеличение частоты сердечных сокращений в ответ на историю, по сравнению с контрольной группой испытуемых, которые не подвергались воздействию истории. И мы также видели, что воздействие большего количества языков в обруче имело лучшие способности к обработке речи в шестимесячном возрасте, чем у младенцев, которые не подвергались воздействию таких языковых возможностей. Мы видели, что это очень положительно сказывается на их слуховом и когнитивном развитии, когда дети, например, рождаются недоношенными, или у них возникают какие-то проблемы, которые приводят их в найку, так что имей это в виду. Кроме того, истории можно рассматривать как способ передачи информации и знаний о мире с помощью сочетания фонем, прочитанного и эмоционального содержания. И какие истории читаются вслух. Звучание слов с эмоциями, передаваемыми читателям, может создать мультисенсорный опыт для фитнеса в мире. Девочка, я люблю тебя. И это воздействие языка и эмоционального содержания может помочь избежать физического развития мозга и создать нейронные пути, которые будут использоваться для обработки языка в дальнейшей жизни. Истории также включают отношения между персонажами и их окружением и могут передавать важные социальные и культурные ценности. Знакомя нерожденных детей с историями, родители, возможно, помогают сформировать у своего ребенка представление о мире, и они его размещают. И это может иметь долгосрочные последствия для отношений ребенка с другими людьми и его чувства идентичности. Беременные женщины, у которых запал язык, читают песни своим младенцам у младенцев с лучшими способностями к обработке речи, чем у тех, чьи матери не стремились к ним. Я всегда говорю, что родители художники. Они художники в первую очередь, потому что они творят или участвуют в сотворении чудес. Они дети, но их любовь и забота о своих детях могут вывести на поверхность все лучшее, что в них есть. Поэтому, когда родители начинают развивать этот навык и начинают писать текст песни, специально написанной для их ребенка, польза огромна. Во-первых, это улучшает связь. Это оказывает очень расслабляющее действие, особенно когда песня содержит эти отрывки и стимулирует чувство ребенка. Это подарок на память не только будущему ребенку, но и родителям на долгие годы. И родители могут записать песню и воспроизвести ее, или слушать песню так часто, как они могут. Храните песню как напоминание об этом периоде, общении и о том, что произошло. И анализируя эти песни, у нас есть много информации об аспекте отношений и руководствий, которое предоставляется. Мы также знаем, что когда мы говорим о науке или о серьезных, сложных аспектах жизни нашим нерожденным детям, которые затем родятся, мы используем права. И это потому, что наука может быть сложной задачей из-за сложности идей. Таким образом, рифмы облегчают очень маленьким детям понимание и запоминание новых слов, новых понятий и новых концепций. Тогда у нас есть эта техника, психофония, которая представляет собой разновидность музыкальной терапии, которая использует звук, чтобы помочь людям достичь более глубоких уровней расслабления и сознания. Первоначально разработанная французским композитором Оливье Мессиром в 1950-х годах и включает использование звука для вызова измененных состояний сознания. Позже Марии Луиза Ошер представила или развела психофонию как самостоятельный экспериментальный процесс физической и психической гармонии, используя благодаря произносимому и пропущенному голосу соответствие между звуками, ритмами и глаголом. Как ты можешь прочитать здесь у Марии Луизы после долгих лет работы, звуки, которые я вижу за спиной ученицы, искажают и искажают три звуковые октавы, которые может охватить мой голос. Звуковой отклик отличается тонкими вариациями, и чем больше я практикую, тем больше анс раскрывает мне вещей, связанных со скелетным, мышечным и даже психологическим состоянием субъекта и так далее. И так далее. Было проведено много исследований, в которых принимало участие Марии Луиза Озер, необходимы дополнительные исследования. Однако все это хорошо, а где мы живем? К сожалению, большинство населения живет в больших городах и подвержено шумовому загрязнению, дорожному шуму. В тяжелых городских секторах много хаотичной информации, поступающей со всех сторон. Мы работаем на фабриках, где много шума, производимого машинами. Все это может оказать негативное воздействие на развивающийся плод, особенно если мать ежедневно подвергается воздействию этих факторов окружающей среды с постоянной чистотой. Эти последствия могут включать более высокий риск развития астмы, преждевременных родов, низкого веса при рождении и задержек в развитии. Что нам нужно иметь в виду? Этот звук – источник информации, необходимый для нашего выживания. Ухо – это первое, что формируется, чтобы получать эти сообщения от окружающей среды, чтобы выжить. Что нерожденные дети слышат все это? Что естественные звуки успокаивают, расслабляют, поддерживают развитие, познание и социальные отношения? Что белый звук может оказывать расслабляющее действие? Что музыка поддерживает физическое развитие, эмоциональное созревание, познание? Овладение языком и интеллект на фонемах важны, и Россия входит в число самых богатых фонемных языков. Чтение истории поддерживает развитие, готовит детей к жизни, а пение песен с фонемами, чтение на языках, развивает познавательные способности и интеллект. Родители, сочиняющие песни и поющие специальные песни для своих детей, также приносят пользу. Эти колыбельные успокаивают, но в то же время подготавливают к жизни, которую предстоит прожить, что оживленные городские центры вредны. Психофония – это система, с которой нужно работать, и поэтому Натал – это подарок нынешнему и будущим поколениям. Так давай же чаще подвергать наших нерожденных детей звуком природы, выбирать место, где мы просто остаемся, чтобы растить наших детей как можно ближе к природе. Слушать классическую музыку, постоянно петь нашим детям в группе, сочинять песню нашего ребенка и видеть детей, читать вслух истории. Обращаясь к детям, говори о науке, о мире и распространяй добрые слова о содействии миру. Большое тебе спасибо. Продолжение следует...